Друзья, всем привет! В этом видео я сравню Huawei P40 Pro и Huawei P30 Pro. На примерах покажу, чем отличаются фотографии и видео, снятое на сверхширик, основную и телекамеру днем и ночью. И, пожалуйста, перед просмотром поставь лайк этому видео и напиши один осмысленный комментарий, потому что в последних видео у нас как-то сильно просели просмотры, нужно это как-то исправлять. Спасибо! Начнем с основной камеры, потому что именно ей чаще всего и снимают. В P30 Pro и так был достаточно большой основной сенсор, а в P40 Pro он стал еще больше. И первая фотография, это портрет моей дочери. У нас был такой себе семейный карантинный отдых в поле, там где никого нет. И смотрите, что по цветам. На P40 все с таким красноватым тинтом, это в целом характерно для всех фотографий на серию P40, а в P30 наоборот такие немножко бликловатые цвета и как будто бы такой уже эффектик добавлен в редакторе. На самом деле ни один, ни второй снимок не отображает то, как было на самом деле, вот прям 100% какую-то цветопередачу. Но я не могу сказать, что это плохо, потому что в любом случае все фотографии, которые мы делаем, по крайней мере я, я цветокорю и добавляю, собственно говоря, или убираю немножко цвета, как слева, или все-таки делаю более насыщенные цвета, добавляю какой-то тинт или синеватый или красноватый, как здесь. И вот так вот и получается. Но с другой стороны, из-за нас здесь сделал выбор производитель, и это как-то не очень хорошо. И сразу же смотрим по размеру матрицы. У P40 она больше, если мы увеличим вот сюда, смотрим, насколько более заблюренный фон, да? При том, что вот здесь уже на P30 волоски, в принципе, различимые, да? Потому что хватило глубины резкости. А на P40 мы смотрим, что уже эта часть головы заблюрена. Потому что, собственно, глубины резкости ее хватило только вот на глаза, чтобы прорисовать вот здесь. Видите, насколько резко на P40? То есть это вопрос не в блюре. А вот сверху на голове, в принципе, плюс-минус волосинки прорисованы одинаково. В каком-то смысле мне нравится больше на P40, в чем-то на P30, но в целом это одинаковый результат. Следующий снимок. Здесь моя жена. И мы видим, что по небу, в принципе, лучше вытянул P30, но в P40, наверное, оно более естественно выглядит. Поэтому здесь на любителя нельзя сказать, что кто-то сделал лучше или хуже. А вот по детализации, конкретно на модели, на моей, мы видим, что на P40 присутствует какая-то дымка и вот этот вот красноватый тинт на плате, которое явно было черно-белое. Я знаю, что оно черно-белое. И, собственно, на P30 оно так и выглядит, а на P40 что-то не то. С другой стороны, если мы посмотрим на фон, то детализация на нем на P40 все же получше. В P30 здесь такое большее, оно смазалось в какую-то небольшую кашу. Но на лице модели все же детализация у P30 почему-то все же лучше. То ли я как-то фокусом промазал P40. Не забываем, что у P40 матрица все же больше. Если хотя бы немножко не попасть в резкость, то это уже будет видно. Следующий снимок. Здесь я проверял, насколько камера будет хорошо работать в автомате, когда я не навожусь специально по человеку. Он сам определяет даже маленького человека в кадре и наводится именно по нему. Видим, что обе камеры отработали хорошо. Детализация примерно одинаковая. Одинаковая, собственно, я не вижу никакого преимущества P40 над P30. Причем как по детализации на деревьях, так и на модели. Тинт здесь чуть-чуть меньше красноватый и в целом выглядит более органично. А слева есть наоборот какой-то зеленоватый оттенок. В целом можно сказать, что здесь опять ничья. Эти два снимка выглядят для меня практически идентичными. Но это пока мы не зазумились. И вот здесь P30 выдал почему-то гораздо более детализированную картинку. Почему так, я не знаю. То ли в P40 был какой-то смаз, но смотрим, что выдержка 1,5 тысячная. И это невозможно. Плюс я делал по несколько фотографий на каждый смартфон и потом выбирал самый резкий. И вот здесь казалось бы, ну может быть из-за того, что матрица большая, камера навелась на какую-то ближайшую вот эту тростинку, да, на траву. Но нет, здесь все в расфокусе, так как и должно быть. И фокус вот именно вот здесь. Но детализация, ну, ощутимо хуже. Непонятно почему так. А теперь пара снимков на закате с очень низким солнцем, когда оно светит в контре, собственно говоря, спереди лицо очень плохо подсвечивается. И здесь отчетливо видна работа HDR механизмов. Если в P30 он немножко вытянул, но аккуратненько, это выглядит натурально. Действительно закатный снимок, он детализированный, все хорошо. То в P40 почему-то он перетянул прям очень сильно, вытянул человека. Вроде как, с одной стороны, так и должно быть. Но он это сделал очень кривенько, как мне кажется. Здесь нужно было вытягивать гораздо меньше. Ну и вот почему детализация хуже на P40, я не знаю. Следующая пара снимков и увеличиваем сразу же. Смотрим, что в P30 детализация отличная, а в P40 нет. И это не потому, что здесь какая-то прям плохая матрица, а потому, что автофокус попал куда-то дальше. Посмотрите на вот этот вот столбик возле сетки. Он гораздо более детализированный именно на P40. Хотя у него матрица больше, и он должен быть в большем расфокусе, чем на P30. Почему так? Почему автоматика не определилась здесь человека и не навелась на него? При том, что человек занимает достаточно большое поле кадра, я не знаю. Зеленый цвет обычно дается камерам хуже всего, потому что здесь нужно правильно и проэкспонировать, и сделать правильный баланс белого. И вот именно в этом случае P40 справился с задачей гораздо лучше. Трава действительно зеленая, а не желтая, как слева. И на моих кроссовках, собственно говоря, вот эта часть, она красная, а не оранжевая. На P30 мы видим более такую перешарпленную картинку, а на P40 более естественную, в которой нет вот этих ореолов, шарпа. И вот мне больше нравится, это как будто бы картинка с камеры, а не смартфона. В этом кадре я специально фокусировался на вот этот ближайший листочек, чтобы он был в фокусе. И он, собственно говоря, в фокусе и на одной, и на другой камере. Просто матрица у P40 больше, поэтому здесь фокус, собственно говоря, на нижнем листочке. И на верхнем, собственно говоря, уже есть небольшой блюрик, тогда как в P30 больше все-таки помещается всего в резкость. И это как бы не проблема одного смартфона над другим, а особенности размера матрицы и физических законов. И за счет этого смотрим на блюр, что на P40 здесь гораздо более все заблюрены и дальше листочки, и дома, и все-все-все. Но по цветопередаче все же здесь ближе оказался P30, собственно говоря, по экспозиции. А P40 почему-то сделал все таким неестественным, выцветшим, мне не нравится. Но, как мы видим, в разных ситуациях с зеленым они по-разному работают, и искусственный интеллект может или налажать, или все спасти и сделать офигенно. На этих фотографиях, опять же, виден размер сенсоров P40, что он чуть больше размывает задний план. И по цветам, в принципе, слева вроде как более натуральные цвета, но справа более насыщенные и прикольные, как, наверное, хочется видеть эти цветы. По детализации нельзя сравнить конкретный цветочек, потому что здесь навестись именно, например, на вот этот цветочек, как вот справа, невозможно было. Это просто случайно автофокус куда-то вот именно сюда ушел. Например, если мы посмотрим на другую часть, на левом снимке, то вот фокус здесь гораздо лучше, да, чем фокус справа. Потому что все-таки глубина резко здесь совсем небольшая, даже при размере сенсора P30. Напомню, что у него, на самом деле, тоже большой сенсор, просто чуть меньше, чем в P40. А вот этот снимок я делал в портретном режиме, хотя здесь и так был бы блюр на переднем плане, потому что вот эти вот веточки сверху справа, они находятся достаточно близко к объективу. И они уже находятся в небольшом расфокусе. Но портретный режим должен добавить, собственно, глубины. И вот мы видим, что голова неплохо отделена от фона, но, естественно, слева все очень просто. А вот справа, там, где веточки, начинаем видеть, что где-то веточки заблюрены, где-то вот за пределами веточек все разблюрено, а где-то оставлены пропуски. В общем, искусственный интеллект, что слева, что справа, то там, то там лажает. И вот в таких сюжетах, если вы хотите как-то эту фотографию потом распечатать достаточно большим форматом, да, или смотреть на дисплее, то лучше не стоит. А если для соцсетей, то вот в таком размере я не могу сказать, что где-то что-то плохо. Это снимок реально сделанный на какую-то камеру с 24-миллиметровым или 35-миллиметровым фиксом на открытой диафрагме, и получилось красиво. Раз уж мы заговорили про портретный режим, то вы должны знать, что оба смартфона это делают только на основную камеру, а также с 2х и 3х зумом. Собственно, это основная камера, это для понимания с того же расстояния 2х цифровой зум и портретный режим, и вот 3х цифровой зум и портретный режим, собственно, 85 миллиметров примерно, как это и должно быть при портретном режиме в обычной взрослой камере. Первая пара снимков в портретном режиме с 1х зумом. Смотрим, как вырезана шапка и волосы и куртка. Ну, в принципе, здесь все довольно-таки просто, мне кажется, было вырезать, да? Ну, мне кажется, оба смартфона справились с вырезанием очень хорошо, но детализация выше все-таки в P40, прям значительно вот именно в портретном режиме. Это часто бывает такое, что смартфоны заблюривают почему-то основную часть лица, не знаю, почему так происходит. А вот это уже 2х зум, и вот здесь как раз все очень правильно по перспективе и размытию заднего плана, вот в такое размытие ты веришь. А вот на 1х, на таком ширике, ну вот как-то оно немножко не по-настоящему выглядит. И смотрим, что слева у нас прям все плохо, лицо заблюрено, а справа видно, что картинка растягивалась вместо того, чтобы ставить кроп. Вот смотрим, что у нас осталось родное разрешение и в одном и в другом случае, хотя это 2х кроп с основной камеры. Почему так, я не понимаю. Лучше бы оставляли бы кроп настолько детализированный, насколько хватает пикселей, но там не было бы вот этих алгоритмов странных обработки. Потому что, ну вот слева это просто блюр, а справа видно, что какая-то пикселизированная здесь кожа, это вообще не прикольно. С точки зрения размытия, ну мне кажется, они оба справились хорошо, как и должны были. Ну вот немножко пальчики, здесь мне кажется, подблюрены, там где не нужно, а в P30 не подблюрены. Ну это, видите, такой частичный случай, который на общем снимке вообще не виден. Но могу так сказать, что вот фотографию слева я бы вообще не использовал, а справа в принципе ок. Если не увеличивать, то для соцсетей и для не печати и не просмотра на больших экранах вполне пойдет. Ну и теперь 3х зум в портретном режиме. Как вы могли ожидать, здесь все плохо. Что у одного, что у второго. Просто слева у нас просто такое заблюренное лицо, а справа прям пиксели видно, что интерполяция жуткая. Но что, по крайней мере, есть какая-то детализация осталась. И эту фотографию все еще где-то как-то можно использовать. Поэтому мне кажется, что в P30 портретный режим, кроме как 1х зум, не рабочий. А в P40 вполне себе и 2х, и 3х можно использовать. Но, кстати, по контрасту и по цветам мне картинка с P30 нравится все же больше. P40 опять же добавил какого-то красноватого тинта и на лицо, и на волосы, и на черную куртку, которая, блин, должна быть черная. Она есть с красноватым оттенком. А теперь посмотрим на ночные снимки. И вот в этом примере сначала может показаться, что картинка с P30 лучше, потому что здесь прям такое синюшное небо. На самом деле так не было. Это он почему-то сделал такую внутрикамерную обработку. Ему так захотелось. На самом деле все было ближе к тому, что вот справа. И смотрим по детализации. В начале может показаться, что картинка с P30 более резкая, но нет. Она более отшарпленная, я бы сказал, перешарпленная. Если мы посмотрим вот сюда на плиточку, то на P40 вполне даже хорошая детализация, как будто бы снята на хорошую камеру. А слева она такая пожуханная, неприкольная. Посмотрите на веточки, посмотрите здесь на деревья. Посмотрите на дома вдалеке. Там видно окошки, какие-то кондиционеры, лампы. Ну все хорошо читается. А на P30 вот в таком вот размерчике вроде как и все хорошо, но на самом деле лучше на P40. Если посмотреть, что получилось в ночном режиме, то видим, что P30 делал этот кадр целых 5 секунд, а в реалии даже дольше. А P40 ему понадобилось 4 секунды. И вот в руках это ощущается, что действительно нужно гораздо меньше времени. И ты меньше времени тратишь от снимка к снимку. Вот, если мы посмотрим на сами снимки, то они на самом деле очень близкие. Справа немножко красноватый оттенок, слева зеленоватый. По детализации плюс-минус одно и то же. Но я так могу сказать, что P30 это пошло на пользу, а P40 особо нет. И то, что он сделал изначально в один клад сразу же из коробки, мне нравилось даже больше. И получается ночной режим у него есть для каких-то самых тяжелых условий съемки. Но в обычных, там где все-таки какой-то свет есть, он и не нужен. Ты можешь просто сделать качественный ночной снимок в один клац очень быстро. А вот вам пара макроснимков, сделанных с минимальной дистанцией, на которой у меня в принципе получилось сфокусироваться. Вот, и смотрим, что детализация и на одном, и на втором. На, собственно говоря, главном объекте отличная. Просто здесь, естественно, очень маленькая глубина резкости. И вот если на P30 резкость находится вот ближе к верхней части, то на P40 где-то вот посерединке. Блюр, собственно говоря, и у одного, и у второго очень сильный, потому что матрицы большие, оптика светосильная, и на макроснимках можно получить вот такой вот эффект. Но именно по контрасту мне больше нравится картинка с P40, она такая более сбитая, клевая. А на P30 получилась более блеклая и плоская картинка. Теперь посмотрим на сверхширокоугольные камеры. В P40 Pro ее прям вот очень сильно прокачали. Интересно, насколько вообще очевидно ее преимущество перед P30 Pro. Первая пара фотографий, и мы сразу же видим отличие в том, что на P30 картинка более теплая, а на P40 более холодная. Это во-первых. Во-вторых, на P40 соотношение сторон более узкое. Мало того, и угол обзора широкоугольной камеры чуть-чуть меньше. Поэтому полезной информации помещается меньше. А ведь мы хотим именно сверхширик, а не основную камеру, именно для того, чтобы максимально растянуть картинку и поместить как можно больше. И в этом плане, конечно же, P30 выглядит лучше. Но все же, что за этим скрывается? Давайте увеличивать и смотреть. Если на P30, на этом сверхширике, с относительно небольшой все же матрицей, все такое, ну прям супер отшарпленное, то на P40, ну посмотрите, какая классная картинка. Да, здесь не идеальная какая-то резкость на лице, но все же в целом фотография получилась как на большую камеру. Здесь нет какого-то перешарпа дикого. Здесь есть детали, которые должны быть, да? И в целом все хорошо. Странно, что слева более теплая картинка на P30, хотя на основную камеру всегда была более теплая именно на P40. Вот еще два снимка с той же локации, и мы видим, что все то же самое. На P30 картинка чуть более теплая. Детализация точно так же гораздо лучше на P40. Здесь, кстати, нормальный фокус уже и на лице. Слева, ну вот это акварелька. Акварелька, которая на каких-то текстурах, и все остальные более резкие грани пытаются максимально отшарпить. А справа вот травочка, посмотрите, какая она хорошенькая. Вот прям хочется ее потрогать. Это фотография, которую можно даже напечатать, и она будет хорошо смотреться. А вот вам стоп-кадр из серии снимков. И P30 что-то сделал с небом вообще непонятное. Прям так жутко вытянул, какие-то пятна появились. Но это прям какой-то капец. При этом вот лицо красное, хотя это был закат, и так в принципе, ну, должно быть какой-то красноватый оттенок, но не настолько же. Он же видел, что здесь человек, и мог на этапе вот этого обработки искусственным интеллектом все же вытянуть получше. А на P40, посмотрите, и цвет лица нормальный, и детализация отличная, прям лучше, прям сильно лучше. И на человеке, и на здании, и вообще везде. И в целом фотография, ну, нормальная. Это нормальный снимок, сделанный на камеру, причем на сверхширокоугольную. На этих снимках было пасмурное небо, и интересно было, как сработает автоматика, собственно говоря, с выбитым небом и с зеленой травой. И смотрим, что P30 попытался вытянуть зелень посильнее, и у него, в принципе, получилось. Но из-за того, что здесь все-таки деталей меньше, получилось, ну, так себе. P40 более аккуратный, с зелеными цветами оказался. И детализация у него получше везде, по всем параметрам. И более спокойная в целом картинка. А теперь посмотрите на эту фотографию. Если что, я был очень близко к вот этому вот листочку, на котором наводил фокус. Если посмотреть на детализацию, плюс-минус она одинаковая. Но посмотрите на блюр на бэкграунде. П40 все размыл красивенько, будто бы я снимал на какой-то 24 мм или даже 18 мм на полном кадре, и там была диафрагма 1.8. А слева у вас обычный снимок на сверширик на смартфонах, когда у вас все в резкости, даже если вы фокусируетесь на какой-то предмет в 10 см от камеры. А вот на этом примере мы можем видеть, как сверширики работают со скинтоном. И если в P40 все вроде как очень даже хорошо, то на P30 это очень печально. Здесь какой-то красноватый жуткий оттенок, детализации никакой нет. Посмотрите вот на волосы. Посмотрите на эти волосы. Это просто на P30 плакать хочется. А вот на P40 хочется радоваться, что смартфоны наконец-то научились нормально снимать на сверширик. Посмотрите на этот блюрик красивенький, при том, что это же не супер близко. Это я снимаю, собственно говоря, человека в полный рост, можно сказать. С учетом того, что я ставил еще запас сверху, и остается какой-то блюрик на бэкграунде настоящий, без портретных режимов. Посмотрите, как все хорошо. На этой паре снимков видно, что P40 не угадал с экспозицией. Небо такое выбитое, и, собственно говоря, здесь все перебор с экспозицией. Все-таки в P30 более все правильненько и четненько. Почему так, непонятно, с учетом того, что обещали, что в P40 там стоит специальный модуль, который замеряет и баланс белого, и экспозицию, и вот это все. Но и он может ошибаться. На этих снимках можем еще раз убедиться, что сверширик на P40 все же шире, но вот цвет травы мне на P30 понравился даже больше. Он более естественный. Но детализация, естественно, на P40 гораздо лучше. Вот прям сильно-сильно. Здесь на P30 там все-таки перешарплено, но я могу сказать, что тоже очень и очень неплохо. У обоих смартфонов есть макро-режим, и вот здесь мы можем убедиться, что P30 фокусируется ближе, и несмотря на то, что там матрица гораздо меньше, то блюр, собственно говоря, бэкграунда оказывается одинаковый. Но на самом деле на P40 снимать с большего расстояния, собственно говоря, с таким же блюром, приятней. Но на этих снимках мы видим, что все-таки P30 может фокусироваться гораздо ближе. И хотя степень размытия заднего плана у них примерно одинаковая, вот такие получаются, но если вам хочется прям какую-то букашечку крупно-крупно снять, то на P30 вы можете сделать лучше. С другой стороны, с учетом разрешения сенсора, вы можете и на P40 вот эту часть просто приблизить, и у вас будет с таким же размытием заднего плана очень крупный снимок и хорошо детализированный. Теперь смотрим на ночную съемку. Увеличиваем и видим, что на P30, можно сказать, что на сверширике ночной съемки нет. Ну, это просто печаль. Это можно смотреть только вот так вот для соцсетей, как только вы хотите что-нибудь там увеличить или посмотреть на большом экране, или тем более распечатать. С P30 вы этого сделать никак не сможете, а на P40 она очень и очень детализированная, хорошая, малошумная, куча деталей, все прям очень хорошо. Она сравнимая с тем, что получается с основной камерой. Теперь смотрим, что получилось в ночном режиме. Поможет это или нет? Увеличиваем и видим, что почему-то на P40 стало хуже. То есть в один клац на P40 получается лучше. Но должен сказать, что здесь был довольно сильный ветер, и возможно это повлияло на то, что камера все-таки шевелилась, и из нескольких снимков получилось именно вот так. Поэтому если у вас есть возможность поставить смартфон на штатив и закрепить, то, наверное, ночная съемка прям будет огонь. Но вот так вот с рук, ну, наверное, не стоит этого делать, что в одном, что во втором. На бумаге пятикратные телевики у них практически одинаковые, но все же прошел год, матрица P40 Pro обзавелась технологией RYYB, и изменились алгоритмы обработки, поэтому интересно, насколько все же она круче, чем в P30 Pro. Первая пара снимков. Видим, что на P30 получилась вот вроде как в общем более детализированная картинка и с лучшим контрастом, а на P40 такая более блекленькая. Но если мы зазумимся, мы увидим, что на самом деле детализация лучше у P40. Посмотрим вот эту веточку. Ну, плюс-минус одинаково, но нам же главное, что у нас на лице, на волосах. И мне кажется, что у P40 все-таки получилось лучше. Еще одна пара портретов. Сразу увеличиваем. И смотрим, что действительно детализация на P40 получше. Смотрим на волосы, видно, что прорисованы отдельные волосинки, а на P30 все-таки более все смазано. Поэтому мне все-таки нравится то, что получилось на P40. И в целом скинтон мне больше здесь понравился именно на P40. Посмотрите, здесь вроде как правильные такие оттенки кожи, а на P30 такая кожа слишком все-таки контрастная и перенасыщенная. А вот на этих снимках мы видим, что картинка с P30 какая-то более и блеклая, и баланс белого вот не попал. Он слишком холодный. Все же то, как я видел глазами, мне кажется, что больше походит на ту картинку, которая получилась на P40. Увеличиваем наш трактор. И видим, что мы реально можем здесь различить всю детализацию на следах. Можем немножко там плюс-минус прочитать там эту надпись. Но реально детализация на P40 значительно лучше. Мне нравится. А вот это пример того, что снимки могут быть одинаковые. Что с одного смартфона, что с другого. Немножечко отличается цвет неба, но детализация и контраст все одинаковые. А это пара снимков сделана с 10-кратным гибридным зумом. И смотрим на детализацию, что она у обоих смартфонов идентично очень хорошая. Посмотрите, какая бомба лейла. Хотя, на самом деле, по краям в P40 все же немножечко лучше. Еще одна пара практически идентичных снимков. Смотрим, что детализация, ну, очень близкая. Это уже, наверное, пиксель дрочерства здесь что-то рассказывать. Но, ну, немножечко P40 чуть более почетче. Но в целом разница несущественная. А вот это уже 10-кратный гибридный зум, сделанные снимки с того же места. И смотрим, что детализация на P40, ну, реально получше. Хотя здесь очень много внутрикамерной обработки. Собственно говоря, это гибридный зум. Снимки сделаны на основе искусственного интеллекта. Но видно, что за год все-таки интеллект этот прокачали. Читал книжки, наверное. Молодец-то какой. Смотрим, что у нас здесь. Снимки практически одинаковые. Смотрим этот краник. И видим, что, ну, немножко детализация на P40 получше. Но вот здесь такое ощущение, что взяли вот картинку слева. Немножко отшарпили и получилась картинка справа. Теперь 10-кратный гибридный зум. Ну, знаете ли, все-таки беру свои слова назад. Наверное, такую картинку как справа и с левой не получишь. Это уже 20-кратный цифровой зум. И здесь мы видим даже невооруженным глазом, без приближения, что справа картинка и светлее, и четче. Если мы увеличиваем, то мы можем рассмотреть, что тут даже какое-то лицо человека, вот этого машиниста в крана, да, оно есть. А слева прям просто все смазанное, непонятное. Деталей справа гораздо больше. Все сильно лучше читается. И, конечно же, 50-кратный цифровой зум. Здесь мы видим, что P40 от P30 вообще ничего не оставил. И, на самом деле, я думаю, такая же разница будет и с Samsung Galaxy S20 Ultra. Потому что здесь действительно очень крутой и 5-кратный оптический зум в P40, и 10-кратный гибридный. И, соответственно, если дальше это все в цифре увеличивать, то получится гораздо лучше. Не обошел я стороной ночную съемку и на телекамеру. И смотрим, что у нас здесь получилось. P40 сделал более темный кадр, а P30 вроде как все очень хорошо сделал. Но, на самом деле, нет. Потому что кадр получился смазанным. Из-за того, что выдержка 1.17 и ISO 2000. На P40 выдержка покороче. И ISO 1600. И деталей здесь гораздо больше. И картинка, в основном, и будет тянуться в редакторе очень хорошо. И такую фотку можно использовать. Ночной режим работает и с телекамерой. Почему бы и его не протестировать? Но не забывайте, что вам понадобится целых 7 секунд снимать на P30 и 5 секунд на P40. Это реально очень долго. И сложно держать руки неподвижно так много времени. Особенно, если дует ветер. Увеличиваем и смотрим, что P30 сделал хоть и темную, но вполне неплохо детализированную фоточку. Гораздо лучше, чем без ночного режима. А P40 сделал немножко пересвеченную фоточку. Но все-таки деталей очень много. Здесь видно артефакты вот этого наложения разных снимков с разной экспозицией. Но картинка очень и очень хорошая. Снята почти как днем. Хотя это реально была уже глубокая ночь. По видеосъемке практически ничего не изменилось. Кроме поддержки стильсти FPS в 4K в P40 Pro. На этом видеоряде мы видим, что картинка с P30 получилась более теплая, более контрастная. А P40 более такая натуральная и естественная. Здесь же мы видим, что P30 хуже отработал с автоэкспозицией. На P40 все лучше. Может быть все-таки тот датчик таки дает о себе знать. Картинка вот сейчас уже почти сравнялась. Очень похожая. В P30 она чуть теплее. Так будет на всех видео. Но стабилизация у P40 гораздо лучше. Это прям сильно чувствуется. И если говорить про незначительную разницу в детализации, контрасте и всем остальном. Стабилизация будет гораздо важнее. Все же цвет и контраст и даже немножко экспозицию вы можете поправить в редакторе. А вот отстабилизировать прям сильно трясущийся кадр будет проблематично. А вот это видео уже снято на сверхширик. И здесь разница по стабилизации просто громадная. Видео с P30 прямо вот очень сильно трясется. А вот P40 как будто бы поставили на гимбл. Напомню, что в обоих случаях это электронная стабилизация. И здесь есть автофокус. Еще большая разница по стабилизации видна с 5X камерой. Здесь P30 выдает просто неюзабельную картинку. Она и не стабилизированная, и неправильная по экспозиции, и по контрасту, и по цветам. Мало того, еще и прыгает автофокус. В P40 все отлично. Вечерняя видеосъемка что с P30, что с P40 мне не понравилась. Она откровенно слабенькая. Видео блеклое, шумное, недетализированное. Есть проблемы со стабилизацией, она какая-то дерганая. Но если сравнивать лоб в лоб, то все-таки на P40 картинка чуток получше. С верширик на P30 ночью лучше вообще никогда не включать. А вот на P40 в принципе картинка близкая к тому, что получается с основной камеры. Все же большой сенсор равно меньше шумов ночью. Ожидаемо не светосильные телеобъективы с небольшими матрицами ночью лучше вообще никогда не включать. Картинка с P40 гораздо лучше, чем с P30, но ее использовать все равно нельзя. На презентации рассказывали, как прокачали фронтальную камеру в P40 Pro. Мне нужно снимать семейные фотографии и для видеозвонков, и мне нужно, чтобы она была максимально крутой. Давайте сравнивать. На этой паре селфи видно, как отрабатывает искусственный интеллект на обоих смартфонах. В целом очень похоже и небо вытянулось, и лица вытянулись, хотя небо должно было быть в пересвете, а лица темные. Но вот HDR вот так вот сработал вполне даже неплохо. Но на P30 картинка с такая немножко зеленоватым отливом, а на P40 с красноватым оттенком. Но и там, и там в целом неплохо поработало. Если мы посмотрим на волосы, то вот здесь на P30 мы видим какой-то такой перешарп, как будто бы прям сильно вытягивалось. А на P40 все-таки более различимы отдельные волосинки, и они нормально проработаны. Если мы посмотрим на мою бороду, то она тоже более хорошо проработана именно на P40, а не P30. Но в целом и та, и та селфи-камеры делают хорошее селфи. А вот ночью, точнее здесь были сумерки, оба смартфона справились не очень хорошо. Причем в P40, мне кажется, не очень правильный баланс белого, такой в синеву. А в P30 получился более теплый цвет, более приятный для глаза. По детализации оба не очень, потому что высокое ISO, короткая выдержка и небольшой смаз был. Но я старался делать несколько кадров и из них выбирать лучшие. Вот это вот у нас лучший. Деталей на волосах, как мне кажется, вообще не осталось. Ну такое. Хотелось бы, чтобы селфи-камера так же хорошо отрабатывала, как и основная. Но до этого мы пока что не дошли. Итак, проверяем фронталочку, насколько она детализированная, как работает стабилизация. Я сейчас просто иду, не пытаюсь как-то особенно стабилизировать руками картинку. Должно быть вот так. Посмотрим, как оно. Сейчас покручусь. Есть ли какие-то вот глюки с лицом, как были на P30 Pro? Вроде бы нету. Как вам? Я могу еще и пробежать вот так вот. И посмотрим, как будет стабилизация срабатывать и автоэкспозиция, и баланс белого. И скинтон, кстати. Теперь проверяем качество стабилизации и звука уже на P30 Pro. Уже проверенный наш телефон. Посмотрим, как все это в реальной жизни работает. Сейчас попробуем покрутиться. Вот насколько оно... Ну, вроде бы нормально, да? И идем дальше. Можно даже немножечко пробежаться. Посмотрим на скинтон, автоэкспозицию и все остальное. Видео на фронтальную камеру получилось немного лучше на P40 по всем параметрам. Здесь и лучше скинтон, и автоэкспозиция, и стабилизация, и в целом картинка. Видео с P30 тоже хорошее, но все же за год умельцы Huawei смогли проделать неплохую работу. 120 фпс в обоих аппаратах пишется в Full HD, но если в P30 видео выглядит как 720p растянутое до Full HD, то с P40 я верю в его родное разрешение, потому что качество видеоряда вот прям драматически лучше. Деталей больше, артефактов гораздо меньше, хотя муар все равно проскакивает. Плюс в нем нормально отрабатывают алгоритмы HDR. Информации больше как в светах, так и в тенях. Такую картинку я бы запросто использовал вместе с футажом с большой камеры и даже мог бы немножко поцветокорить. Кардинальная разница в качестве slow motion видео еще больше ощущается, когда сравниваешь 240 фпс. Видео с P30 теперь в 720p и его без слез смотреть вообще нельзя, тогда как видеоряд с P40 все еще в Full HD. Он стал лишь чуток менее детализированным, но все еще вполне ок и выглядит существенно лучше, чем даже 120 фпс на P30. И 120 и 240 фпс записываются со звуком и в изначальном фреймрейте, то есть вы можете смотреть их как есть или же замедлить от 2 до 10 раз. Все остальные варианты фреймрейтов это 960 фпс для P30, а также 960, 1920 и 7680 фпс для P40 уже замедлены до 30 фпс в соответствующее количество раз. Это 32 раза для P30 и 32, 64 и 256 раз для P40. Если с 960 фпс ловить нужный момент не сложно, то вот с остальными фреймрейтами начинаются серьезные проблемы. Сравнить в лоб мы можем только 960 фпс между этими смартфонами. P30 пишет в 720p, а P40 в Full HD, но видео с P30 это просто пикселизированное дно. Здесь попахивает даже не 480p, а 360p родным разрешением. У P40 картинка уже тоже не впечатляет как 120 и 240 фпс. Она рыхлая и с плохой детализацией, но за счет работающего HDR выглядит в чем-то даже лучше, чем 120 фпс на P30. Честно скажу, впечатляющий результат, одобряю. 1920 и 7680 фпс слоумоушен на P40 выглядят совсем мыльно и больше смахивает на демонстрацию самих возможностей вычислительной мощности и алгоритмов связки камера плюс процессор, так как реального применения таких фреймрейтов крайне мало. Словить момент прям вот очень сложно, замедляется все чрезмерно сильно, света нужно тонно, то есть снимать можно исключительно в яркий солнечный день. Так что показать друзьям и попантоваться, конечно, можно, но не стоит добавлять это в пункты плюсов одного смартфона над другим. Интересно, что на P40 Pro слоумоушен пишется исключительно на сверхширик. Можно переключиться на основную камеру и даже сделать 2x зум, но это все цифровой кроп именно с ширика. Это легко проверить, если при переключении зума прикрыть пальцем другие камеры. В то же время на P30 Pro слоумоушен пишется и на основную камеру и на ширик, но зумиться можно аж до 10 крат. Просто нужно помнить, что это все уже будет делаться на основную камеру, телевик здесь не включается. Кроме того, на определенной части кадров включается кроп-картинки. У P40 Pro от 120 до 960 FPS пишется без кропа, а 2000 и почти 8000 кадров за секунду уже с кропом. У P30 Pro кропа нет только на 120 FPS. При 240 и 960 FPS кроп уже есть. Кроме самих камер, на ваш фотографический опыт влияют экраны и автономность. В P40 Pro дисплей чуть больше и у него чуть выше разрешение. В целом ощущения между смартфонами очень близкие, хотя в P40 он вроде еще более точный по цветам и лучше по охвату. В настройках не забывайте переключаться на обычный профиль цвета, а не насыщенный, иначе от точности цвета не останется ничего. К вырезу в экране через какое-то время все же привыкаешь, хотя при просмотре видео он все равно о себе регулярно напоминает. Зато Face Unlock в P40 Pro работает со всеми этими датчиками просто отлично, в отличии от P30 Pro, где за это отвечает обычная камера. Но с маской на лице особо ничего не поразблокируешь, и в этом случае на помощь приходит подэкранный сканер отпечатка пальца. Мой личный пользовательский опыт состоит в том, что вот этот вот сканер подэкранный в смартфонах Huawei с каждым поколением работает все лучше и лучше. А вот в смартфонах Samsung я им вообще не могу пользоваться, он работает через раз, через два, то и через три. Батарейка осталась такой же емкости, но при возросшей диагонали и разрешении дисплея автономность должна быть чуть хуже, но это компенсируется более энергоэффективным процессором. Единственная проблема это отсутствие Google сервисов и возможности легально скачивать приложение из магазина, но я думаю, что вскоре эту проблему частично или полностью такие все-таки решат. Если стоит задача просто купить фотофлагман, то это он, P40 Pro, а вот если вы берете в расчет еще и финансовую и практическую сторону, тогда уже все не так однозначно. Заходим на e-каталог, добавляем оба смартфона в сравнение и видим, что цены отличаются как минимум на треть, а то и больше. При этом у P30 Pro есть и ряд плюсов, это более аккуратный вырез в экране, поддержка Google сервисов и более широкоугольная камера. И это еще пока что цены не поползли вниз, смартфон есть в наличии в 60 разных магазинах по Украине. Появление P40 Pro в продаже, похоже, лишь подстегнуло интерес покупателей к предшественнику, но рано или поздно он все же просядет в цене и вот тогда уже точно нужно брать. Ссылку на сравнение оставлю в описании, чтобы вы сами могли все сравнить и отслеживать снижение цен. Не поленись и поставь лайк, потому что для меня это очень важно, это чтобы я мог хлеб с маслом покушать в карантине сложно. Всем пока!